МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Администрация президента продолжает практику выездных приемов. Максим Рыженков выслушал жителей Житковичского и Петриковского районов. Гриб лучше предотвратить, чем столкнуться с его последствиями. В регионе набирает старт кампания по вакцинации. Тихая охота. Грибы в лесу и социальных сетях, а также в местах несанкционированной торговли и в лаборатории санитарной службы. Как не испортить застолье и здоровье? Расскажем подробно. На этой неделе в регионах Беларуси продолжились приемы граждан руководителями различного уровня. В Гомельской области с проблемами людей знакомился первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Рыженков. Наши корреспонденты узнали, что волнует людей, проживающих на территории Полесья. Сегодня в Житковичах идет масштабное благоустройство. Ремонтируются жилые дома и объекты социальной сферы, дороги и стоянки для автомобилей. Некоторые работы планируется завершить к началу следующего года, однако большинство объектов будет сдано к концу октября. В Житковичском райисполкоме говорят, что такое комплексное благоустройство значительно снизило количество обращений граждан, так как тема наведения порядка уже несколько лет в списке основных вопросов, волнующих местных жителей. На приеме у первого заместителя, главы администрации президента Беларуси, Максима Рыженкова, всего несколько человек. У кого-то вопрос личного плана, кого-то волнуют более глобальные проблемы, которые невозможно решить на местном уровне. Детско-юношеская спортивная школа «Мотор» почти четверть века специализировалась на развитии гиревого спорта. Постоянно в соответствующей секции занималась до ста человек. За прошедшее время здесь подготовлен заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, два мастера спорта международного класса и 80 мастеров спорта. Кроме того, школа – организатор не имеющих аналогов в Беларуси 23 международных фестивалей по гиревому спорту «Кубок Полесья». Однако с прошлого года этот вид из программы детско-юношеской спортивной школы исключили. Финансирование прекращено полностью, календар прекращен полностью, ребят, желающих заниматься, очень много, поэтому жалко и обидно, что мы потеряем все традиции и потеряем такой народный вид спорта, как гировой спорт. Мнения Максима Рыженкова однозначные. Гиревой спорт в школу нужно возвращать. Во-первых, потерять такие традиции нельзя. А во-вторых, речь идет о массовом спорте. В связи с тем, что «Мотор» принадлежит профсоюзам, первый заместитель главы администрации президента обещает встретиться с руководством этой общественной организации и решить вопрос положительно. Все-таки оставлять развитие тех видов спорта, которые пользуются популярностью населения и способствуют вовлечению людей в здоровый образ жизни. А если еще это связано с каким-то вот таким, знаете, фестивальным движением, вовлечением больших масс людей, приездом туристов, то, конечно, как на мой взгляд, вот я откровенно сейчас говорю, как человек государственного и личный, такие инициативы надо поддерживать. Чуть позже Максим Рыженков вернется к этому вопросу еще раз, однако уже в несколько другом контексте, отметив активную жизненную позицию директора спортивной школы. Тем более, что Леонид Макаревич не только руководитель, но и депутат районного совета. Наши депутаты должны быть наиболее близкими, помощниками вообще нашей власти на местах. Они должны видеть проблемы людей, должны помогать людям, значит, они должны аккумулировать какие-то эти вопросы, доносить до исполнительной вертикали их и с предложениями о решении. Приватизация жилья, работа объектов торговли в малочисленных деревнях, поддержание в хорошем состоянии дорог. За почти два часа в Петриковском районе Максим Рыженков выслушал проблемы, которые касаются различных сфер. Владимир и Елена Мелешкевичи из поселка Копцевичи в различные инстанции обращаются уже больше года. После ремонта кровли их дома крыша постоянно течет. Даже сейчас на чердаке стоят ведра для сбора воды. Фирма-исполнитель на жалобы и даже соответствующие решения судов не реагирует. Более того, с жильцов высчитали деньги за приведение в порядок подъезда, который затопило во время ремонта. Больше половины оклада я заплатил за ремонт подъезда, чтобы объединили подъезд. Это у нас 6 квартир и такая сумма за подъезд. Дело в том, что крыша была раскрыта, вот как открыли, оно все просто по стенам текло, затекало, вот эти пятна и прочее, прочее. И мы обратились еще потому, что у нас в прошлом году не было заливания, но было промокание потолка. Новая крыша промокла в квартире. Теперь этим домом займется Петриковский райжелкомхоз, который за собственные средства устранит недоделки, после чего взыщет затраченные деньги субподрядчика. Срок исполнения 2 недели. После жители дома могут обратиться напрямую в администрацию президента с соответствующими оргвыводами. Максим Рыженков уверен, выездные приемы жителей регионов, как и вообще посещение этих территорий, хорошая возможность ознакомиться с реальной ситуацией на местах. Для меня это очень хорошая возможность посмотреть, чем вообще живет страна, увидеть реальные нужды людей, а не только то, что собирается бумажными отчетами в Минске. Посмотреть, как действуют различные организации культурной, социальной сферы, как предприятия работают, вообще ухожены ли наши районные центры, городки. А это все создает впечатление о том, как работают наши представители власти на местах. А это значит и говорит о том, какой у них авторитет, какая поддержка со стороны населения. И вообще, работаем ли мы для этих людей, или мы, в общем-то, работаем на бумагу только. А иногда и один телефонный звонок может многое решить. В субботу прямую телефонную линию провел председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник. Подробности этого и других важных событий недели в традиционном обзоре от службы новостей. Председатель Гомельского облсполкома что позволит получать полезное для здоровья мясо и молоко. Как показывают результаты предыдущих прямых телефонных линий, до 30% озвученных проблем решаются положительно. Кроме того, часть обращений, требующих длительного времени или значительных средств, ставится на контроль. По мнению Владимира Дворника, для более оперативного решения вопросов местным органам исполнительной власти необходимо более активно сотрудничать с депутатами Советов всех уровней. Бизнес без регистрации. На уходящей неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 337 о регулировании деятельности физических лиц. Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане имеют право заниматься в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. В этот перечень вошли, например, реализация самостоятельно приготовленных гражданами кулинарных изделий, выполнение работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, парикмахерские и косметические услуги. При этом ставка единого налога будет зависеть от группы, к которой отнесен населенный пункт. Так Гомель принадлежит к первой группе. Такие крупные районные центры, как Мозырь, Жлобин, Речеса и Светлогорск, ко второй. Конкретные размеры ставок единого налога станут известны через месяц. Временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в Республике Беларусь Паул Ван Ооствейн посетил Гомель. Во время встречи дипломата с руководством области и города обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества. В 2016 году товарооборот между Нидерландами и Гомельской областью составил почти 70 миллионов долларов. За семь месяцев 2017 года он практически достиг 90 миллионов долларов. Также временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в Беларуси встретился с руководством и студентами ГГУ имени Франциска Скорина. На территории войсковой части 55-25 в Гомеле прошли сборы военнообязанных. Участие в них принимали 69 солдат, сержантов и офицеров запаса из Гомеля и района. После занятий по боевой и тактической подготовке была отработка навыков на практике. В рамках белорусско-российских учений «Запад-2017» в течение двух суток рота военнообязанных выполняла учебно-боевую задачу по охране объекта. 21 сентября в регионе прошли мероприятия, посвященные Международному Дню Мира. В Гомеле центральным событием стала студенческая встреча в ГГУ имени Франциска Скорины. На следующей неделе состоится областная акция «Дитя мира». Активисты фонда «Мира» с подарками посетят родильные отделения. Они поздравят семьи, в которых 21 сентября родились дети. Всего за годы проведения этой акции в области более 600 детей получили свидетельство «Дитя мира». С 1 октября в Беларуси начнется республиканская кампания по вакцинации граждан против гриппа. Наш регион активно включился в подготовку к сезону массовых прививок. Большая часть населения будет привита бесплатно. Сможет ли массовая вакцинация снизить риски возникновения сезонной эпидемии? Стоит ли бояться побочных эффектов и рассчитывать на привычное «А вось не заболею»? Ответы на волнующие вопросы в материале Натальи Каприленко. Врач-педиатр высшей категории Валентина Николаевна более 20 лет лечит детей с острыми респираторными заболеваниями различной локализации. Говорит, тяжелее всего поддаются лечению осложнения вирусных инфекций, пневмонии. Сейчас в инфекционном отделении областной детской клинической больницы наблюдается незначительное увеличение количества поступивших. Доктора отмечают, конец сентября – самое время делать прививки детям. И добавляют, особенно это необходимо школьникам. Для активно растущего организма очень опасны осложнения после гриппа. Мы хотели бы, чтобы родители наших пациентов подготовились к неприятному эпидемическому периоду, подготовив их путем вакцинации против гриппа. Ибо каждый, наверное, родитель должен помнить, что среди всех респираторных инфекций вирус гриппа самый опасный. Он опасен своей интоксикацией, он опасен осложнениями. Поэтому пока ничего более действенного, более эффективного не придумано, нежели вакцинация. Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети, страдающие различными хроническими заболеваниями, дошкольники и школьники будут прививаться бесплатно. Последним сделают прививки прямо в учреждениях образования по предварительному письменному согласию родителей. Многие родители, возможно, начитавшись каких-то интернет-ресурсов, имеют такую альтернативную точку зрения и вообще отказываются от вакцинации своих детей. Ведется ли какая-то статистика, насколько это такая позиция опасна для детей? Возможно, некоторые боятся просто побочных эффектов. Я хочу сказать, что за прошедшие годы у нас не было осложнений на прививку, но есть реакции на прививки в виде местного покраснения, повышения небольшого температуры. Люди должны понимать, что кроме гриппа у нас есть и другие острые респираторные вирусные инфекции, которые сам грипп в общей структуре заболеваемости занимает где-то процентов 17. И зачастую мамы думают, что вот я привила ребёнка, а он переболел какой-то инфекцией. Он переболевает вот чем-то острый респираторный, но не гриппом. А грипп на сегодняшний день, он очень опасен тем, что он вызывает осложнение. В данном случае гораздо важнее привить ребёнка, защитить его, чем бояться вот этих вот реакций на прививку. Кроме детей, в группу риска заболевания гриппом входят взрослые, страдающие различными хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет, беременные женщины, студенты и медицинские работники. Эти категории граждан смогут привиться также бесплатно. На бюджетной основе вакцинация, предложенной российским препаратом Гриппол+. В целом на бесплатную вакцинацию против гриппа могут рассчитывать более 32% населения области. На сегодняшний день у нас будет поставлена, часть вакцины уже поставлена, и ещё будет 4 вида вакцин. Это инфлювак производства Нидерланды, вакси-грипп Франция, гриппол плюс Россия и ультравак Россия. На таких видах вакцины можно привиться на платной основе в каждой поликлинике по месту жительства. В стоимость прививок включена плата за осмотр врача и инъекцию. За вакцины нидерландского и бельгийского производства необходимо будет заплатить около 14 рублей. Вакцины для прививок содержат не живые вирусы, а отдельные фрагменты ДНК трёх штаммов, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. Вызвать болезнь прививка не может. Пресекают все опасения людей в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Эпидемиологи отмечают довольно высокую информационную подкованность жителей региона по профилактике гриппа. Между тем подтверждают, некоторые люди не делают прививки не потому, что против вакцинации, а просто надеются на авось не затронет. Наша съёмочная группа поинтересовалась мнением гомельчан по этому вопросу. Себе один раз была прививка, ничего не было, всё хорошо, поэтому, в принципе, за вакцинацию. Я не против. Я думаю, что если, может быть, действительно помогает это, то нужно прививаться. Но я не прививаюсь. Я за вакцинацию. Я сама лично не делала, но моя мама делала прививку, и всё прошло замечательно, всё было хорошо. Я считаю, что бесполезно как-то, потому что, говорят, мутирует он, каждый год он разный, и вакцина как бы прошлогодняя получается. То есть смысла вроде как нет. Вакцинация, она помогает переболеть более лёгкой формой гриппа, и не наносит такого вреда, если бы человек был бы без вакцинации. Между тем, в области уже созданы прививочные бригады. Согласно договорам, они будут выезжать для вакцинации на крупные предприятия. Как ожидается, в целом в этом году в регионе будет привито около 560 тысяч человек. Напомним, что с 1 октября сделать прививку против гриппа бесплатно. Можно будет в поликлинике по месту жительства, платно в любом амбулаторно-политеническом учреждении. Медики рекомендуют не затягивать с решением и успеть до конца ноября. Наталья Каприленко, Валерий Гопанько, Александр Харлампов, Сергей Лукашук. Новости недели. Деликатес с риском для жизни. Грибной сезон открыл счёт печальной статистики. Кто-то сварил не так, кто-то собрал не то. А кто-то просто купил не в том месте. Наш корреспондент Анна Ковалёва взяла интервью у тех, кто лично испробовал ядовитую поганку на вкус. Со скрытой камерой прошлась по стихийным рынкам говеля и узнала, как не потерять здоровье за обеденным столом. Нынешний сентябрь уже окрестили временем грибной лихорадки. Фотографии этих лесных деликатесов заполонили соцсети жителей Гомельщины. Одни хвастаются размером и количеством добычи, другие просто восхищаются красотой подберезовиков, маслят и даже несъедобных поганок. Другой вопрос, что порой, глядя на такое изобилие в лесах, люди теряют бдительность и вместо безобидной сыроежки срезают бледную поганку. В итоге не пустуют не только корзины, но и больничные палаты. Только в больнице скорой помощи Гомеля число обратившихся с подозрением на отравление грибами уже перевалило за 30. У шести из них подтвердилось тяжелое отравление именно бледной поганкой. Сейчас на лечении 4 человека, один из них в тяжелом состоянии. Люди поступают целыми семьями. Среди таких Олег Царик и его сын Никита. Походили, пособирали, там не было белых, такие взяли эти сыроежки, которые, вот. Пошли домой, сварили суп, ну нормально вроде сварили, все как надо. Потом покушали, все, я сходил на тренировку, прихожу, отсюда плохо. Это просто получилось, я не знаю, как это получилось, что один или два там грибы попались. Это тяжело отравление. Это порос взорвутые головами, являлась такая ноги против этого. Коварство бледной поганки еще и в том, что первое время никаких симптомов нет. Тошнота, рвота, слабость, потливость и бледность могут проявиться только спустя 10 часов. Затем к этим симптомам добавляются обезвоживание, падение давления и тахикардия. Эта стадия длится двое суток. Следом идет стадия мнимого благополучия, когда человеку становится лучше и он считает, что выздоровел. Но тем временем токсины уже убивают печень. В итоге тяжелый токсический гепатит, когда вылечить человека и спасти ему жизнь, оказывается уже очень сложно. Отравление проявляется тяжелой печеночной недостаточностью, с повреждением системы свертывания крови, с повреждением почек, головного мозга. Шесть пациентов у нас уже пролечены, седьмой пациент, к сожалению, скончался. Это был единственный случай пока на сегодняшний день по отравлению грибами со смертельным исходом. Всего на Гомичине от ядовитых грибов пострадали 11 человек, двое из которых дети. Вместе с тем медики предупреждают, удар по здоровью могут нанести и вполне съедобные грибы, если они неправильно приготовлены или у человека есть проблемы с желудком и кишечником. Ведь грибы изначально тяжелая пища, которая может привести к осложнениям старых болезней. Опасность съедобные грибы могут таить и из-за радиации, которую впитывают как губка. Именно поэтому их нельзя собирать вдоль дорог, железнодорожных путей или же покупать в несанкционированных местах. Сейчас грибы просто главный хит продаж. Правда, не везде их продают с соответствующими документами. Прямо сейчас в компанию «Скрытая камера» мы отправляемся на одну из стихийных торговых точек, чтобы потом свою покупку проверить в специальной лаборатории. И как не поверить таким убедительным доводам? Но, как говорят, доверяй, но проверяй. Поэтому покупаем грибы и отправляемся в лабораторию Гомельского областного центра гигиенно-эпидемиологии и общественного здоровья. Светлана Михайловна, здравствуйте. Привезли к вам грибы на проверку. Можно ли узнать уровень радиации? Можно. Можно, да? Хорошо. Сколько времени займет процедура? Ну, приготовить нужно грибы и потом где-то полчаса мерить собрала. Отлично. Тогда ждем. Спасибо. Спустя уже 10 минут можно узнать промежуточный результат. По результатам промежуточного нашего измерения активности уже сейчас видно, что активность в грибах 140,2 бекерели на килограмм. Нормативно грибы 370 бекерели на килограмм. Тем самым мы уже можем сделать предварительно вывод, что данные грибы, данная проба будет чистой и пригодной для употребления в пищу. На этот раз нам повезло, скажем? Повезло. Скажем точно, что повезло. При нынешнем урожае грибов и, так сказать, массовых проверках мы видим, что насколько большое количество, конечно, загрязненных грибов, особенно Ветковский район. В любом случае покупать грибы лучше на официальных рынках и в магазинах. Там дары леса не допускают в торговле без документа о прохождении радиологического контроля. Чтобы пройти его в эту лабораторию, каждый день обращаются в среднем 40 человек. Исследовано уже несколько сотен проб, третий из которых, увы, оказалось превышением нормы Цезия-137. Причем в некоторых уровень радиации и вовсе зашкаливал. В этом году к нам обратился гражданин из Щечерского района. И по результатам исследования пробы грибов у нас было превышение, было загрязнено значение более 80 тысяч бекерели на килограмм. Это превышает норматив в более чем 24 раза. Сотрудники лаборатории отмечают, перенасыщенные радиации грибы привозили абсолютно из всех районов. Казалось бы, как такое возможно, ведь отдельные территории региона признаны чистыми. По словам же сотрудников лесного хозяйства, радиация распределилась пятнами. И порой два гриба, растущие в двух метрах друг от друга, могут иметь совершенно разные результаты радиационного контроля. И все же приблизительные рейтинги загрязненных и чистых территорий области есть. Так, в Ельском, Наравлянском, Ветковском, Чечерском, Рогачевском районах и на севере Гомельского грибы лучше не собирать. А вот в Петриковском, Октябрьском, Светлогорском, Житковическом, Жлобинском, Калинковическом и Мозорском тихая охота относительно безопасна. Узнать о радиационном состоянии того или иного лесного массива можно и прямо в местах сбора. На съездах с магистральных дорог стоят знаки, предупреждающие о сборе ягод и грибов с обязательным радиационным контролем. Впрочем, узнать об этом сейчас можно и не выходя из дома. Можно зайти на сайт Гомельского лесхоза, как и на сайт любого лесхоза Республики Беларусь. В отделе радиационный контроль вы можете найти подробные карты радиационной обстановки, которые будут окрашены по зонам радиоактивного загрязнения. Но здесь карта Гомельской области. И даже если лесные дары не ядовиты и не содержат большие дозы радиации, они все равно могут стоить жизни. Ведь в поисках грибов люди и сами терялись в лесах. Только с начала сентября зафиксировано уже 10 таких случаев. К счастью, все нашлись, хотя известны и другие примеры. Наши граждане, которые уходят в погребы, они забывают об элементарных мерах безопасности. То есть необходимо взять с собой необходимые вещи, дополнительное питание, воду. Кроме этого, они забывают пользоваться и мобильными телефонами. Как пример, одна из пожилых женщин в Калинковском районе, когда мы ее уже нашли, рассказала о том, что она не взяла с собой сотовый телефон, боясь, что она потеряет его. Не нужно этого опасаться. Даже если вы находитесь вне зоны сети сотового оператора, вы имеете возможность набрать телефон 112, который в любом случае сработает, и вы сообщите о своем местонахождении, или же мы принимем меры для того, чтобы вас найти. Все цифры, которые прозвучали в этом сюжете, лишь оперативные данные. И, возможно, уже в эту секунду они стали больше. И даже то, что человеческая беспечность осложняет работу медикам, спасателям и милицией, не главная проблема. Самое страшное то, что тихая охота для некоторых оборачивается громкими и порой смертельными последствиями. Анна Ковалева, Александр Харлампов, Евгений Макенко, Максим Славин, телерадио компания «Гомель». Новости недели. А теперь о наиболее значимых культурных событиях уходящей недели. Гомельский областной драматический театр открыл новый сезон. Тут гостей встретили премьеры музыкальной комедии «Дамы и гусары» по пьесе польского драматурга Александра Фредро. При этом сюрпризы для зрителей начались еще в фойе, где им предложили окунуться в эпоху прекрасных дам и мужественных кавалеров. С подробностями наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Роман со «Шарм и страсть и трепет». Концерт с таким завораживающим названием на этой неделе состоялся в картинной галерее Гавриила Ващенко. Посетителям предложили окунуться в атмосферу лирических мелодий. Музыкальная программа была организована в рамках совместного творческого проекта галереи и Гомельской областной филармонии. Муз-арт – это площадка для культурного просвещения, а также для своеобразной релаксации через искусство. Главная цель проекта – через встречи с известными музыкантами Гомельщины в атмосфере картин маститых художников дарить посетителям незабываемые эмоции, впечатления и пополнять их культурный багаж. Программы «Муз-арт» пользуются популярностью у гомельчан и всегда проходят с аншлагом. На этот раз в картинной галерее под живой аккомпанемент фортепианной музыки звучали русские романцы. Блестящую концертную программу зрителям дарили лауреаты международных конкурсов Константин Горошко и Елена Гостинская. Изюминкой романтического вечера стало выступление народной артистки Беларуси, лауреата премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение Галины Павленок. Где ж этот дивный мальс? В областном музее военной славы открылась выставка «Гомель и гомельчане» накануне и в годы Первой мировой войны. Экспонаты предоставил член Международного союза коллекционеров Валерий Гримашевич. Здесь более 600 уникальных предметов – от наград и военной формы до текста присяги царских офицеров. Эти экспонаты Валерий Гримашевич собирал около 40 лет. Теперь с их помощью он попытался показать духовный и материальный мир гомельчан, которые жили 100 лет назад. Коллекционер убежден, представленные артефакты вызовут неподдельный интерес у посетителей всех возрастов. Гомельский областной драматический театр на уходящей неделе ярко и зрелищно открыл новый 79-й по счету театральный сезон. Гостей здесь встретили премьеры музыкальной комедии «Дамы и гусары» по пьесе польского драматурга Александра Фредера. На сцене развернулась веселая история о том, как старый гусар и его друзья после кровопролитных сражений проводят отпуск в холостяцких забавах и волей-неволей вовлекаются в любовные интриги, созданные прекрасными дамами. Режиссером-постановщиком спектакля выступил советский и российский актер театра и кино. Московский режиссер – заслуженный артист России Валентин Варецкий. В стенах облдрамтеатра он не только представил премьерную постановку, но и провел для всех желающих занимательный мастер-класс. Участники встречи попробовали свои силы в театральных этюдах и узнали об интересных страницах биографии и творческого пути знаменитого артиста. Стартовал новый сезон и в Гомельском государственном цирке. Его первая программа – «Триумфаторы риска» – проект с участием лауреатов международных цирковых фестивалей. Гостей ждет каскад невероятно смелых трюков. Также в программе номера с животными, выступления жонглеров, иллюзионный аттракцион, оригинальные фигурные элементы на велосипедах. Среди самых эффектных и опасных номеров – встречные качели, которые выполняются без страховки, и гонки на мотоциклах внутри металлического сетчатого шара. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. Государственное учреждение «Гомельские городские оркестры» отметит свое десятилетие. По случаю праздника музыканты готовят большой юбилейный концерт. 27 сентября в 18.30 в Гомельском общественно-культурном центре зрителей ждет грандиозное шоу с участием сразу двух оркестров учреждения – симфонического и концертного. Каждый из них исполнит все самое лучшее, что имеет в своем творческом арсенале. Со сцены прозвучат классические и эстрадные произведения, джазовые композиции, белорусские и мировые хиты. Специальный гость праздника – популярный белорусский певец, композитор и телеведущий Георгий Колдун. А тем временем Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа готовится к открытию нового театрального сезона. Зрители увидят премьерную комедию «Прымаки» по пьесе известного белорусского драматурга Янки Купалы. Спектакль состоится 28 сентября в 19.00 на сцене городского Дворца культуры. И на этом все. Обзор подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Специально для программы «Новости недели». В завершении программы мы поздравляем с профессиональным праздником работников машиностроения. В Беларуси в этой отрасли заняты более 300 тысяч человек. Результаты их труда являются визитной карточкой нашей страны. Белорусская техника поставляется более чем в 60 стран мира. Мы желаем машиностроителям не сбавлять оборотов. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Все выпуски и сюжеты вы можете найти на сайте телерадио компании «Гомель». Увидимся через неделю.